В 2014 году фестиваль Дягилев Постскриптум проходит в пятый раз. Организаторы фестиваля выполняют очень важную и благородную миссию. Они подводят часы петербургской культуры, не позволяя им слишком сильно отставать от общемировых. Программа фестиваля Дягилев Постскриптум, как всегда, была очень разнообразная, но по-прежнему самыми заметными событиями оставались балеты. Для вечера открытия был выбран балет «Фар» британского хореографа Уэйна МакГрегора. С его нечеловеческой пластикой, футуристическим оформлением сцены и музыкой, которую сам МакГрегор охарактеризовал не иначе, как звуковой терроризм, балет «Фар» настолько необычный, что не оставляет после себя равнодушных зрителей. Выходящие из зала либо визжат от восторга, либо в недоумении спрашивают себя, что это было. Это действительно трудно, поскольку работа мозга состоит в том, чтобы искать смысл в происходящем, структурировать смыслы. И мозг делает это посредством едва заметного голоса, который все время пересказывает тебе, что ты видишь. Я призываю зрителей пытаться не спрашивать себя, что это значит, а спросить себя, что я вижу. Я вижу танцоров, мужчину и женщину, я вижу синий цвет, я вижу вспышки света, вижу структуру, которая образуется и распадается. И если думать таким образом, смысл проявится сам собой. Это упражнение, которое каждый может попробовать. Фар – не самый новый балет Макгрегора, но очень характерный и позволяет составить хорошее представление о стиле хореографа. Тем более, что он был поставлен специально для собственной труппы Макгрегора – Random Dance. Что же касается творческого метода Макгрегора, то ключ к его пониманию дает название балета, которое расшифровывается как плоть в эпоху просвещения. Идеалы эпохи просвещения – прям от разума над чувствами, вера в торжество науки, преклонение перед технологиями и прочее стремление поверить алгебре и гармонию – похожи действительно очень близки Макгрегору. С особым удовольствием он всегда рассказывает о своих совместных опытах с учеными и, прежде всего, с нейрофизиологами. Меня не перестают поражать исследования ученых в области распределенного познания. Как информация распространяется в коллективе? Как идея передается от человека к человеку? Что теряется, а что сохраняется? Как работает наша память? Как мы узнаем, что происходит позади нас? Как наш мозг воспринимает это пространство? И все эти вопросы связаны с базовыми принципами хореографии, которые мы раньше не могли понять достаточно хорошо. Можно сказать, что вместе с учеными мы приоткрываем такие глубокие уровни творчества, которые прежде были нам недоступны. Например, как танцоры могут с такой точностью контролировать свое тело? Как мы чувствуем свое тело? Если я стою, вытянув руки, как я определяю, где находятся кончики моих пальцев? Или, например, если я хочу открыть бутылку воды? Я знаю в точности, какое усилие нужно приложить. Это физическое мышление. Мы постоянно им заняты, но танцоры — эксперты в этом. Ученых это особенно интересует, потому что они хотят смоделировать принципы этого мышления, чтобы понять, как мы решаем подобные проблемы. И для этого нужны исследования, нужны эмпирические данные, эксперименты. Именно этим мы занимаемся с учеными. Таким образом, зритель должен выбирать. Либо он погружается в предмет и выясняет, каким образом ты создал свое произведение. И тогда это знание помогает лучше насладиться произведением. Либо зритель может абсолютно игнорировать всю эту информацию и прийти на спектакль со свежим взглядом. Но было бы ошибкой погрузиться в теорию, а потом искать прямую проекцию научных исследований на сцене, потому что зритель ее там не найдет. Смысл хореографии и вообще искусства состоит в том, чтобы избавляться от прямого высказывания. Я не пытаюсь описать науку в танце, но я использую науку, чтобы создавать танец. И это неоспоримый факт. Вообще, МакГрегор охотно теоретизирует и готов много рассказывать о своей работе. Что он и делал. Во время мастер-класса в Академии Бориса Эйфмана, на встречи с прессой, на научные конференции анатомия танца и даже на импровизированные встречи с поклонниками после спектакля, когда он поделился неожиданными балетными идеями. На днях я встречался с учеными, которые объяснили мне, что к 2040 году взамен больной печени можно будет вырастить здоровую печень прямо внутри моего тела, не прибегая к операции. И что моя продолжительность жизни может достигнуть 125 лет. Если задуматься об этих вещах, то все, что мы делаем, это семечки. Я думаю, у нас впереди много интересного, и я с удовольствием поставил бабалет, в котором будут 10 печеней. Организаторы Дягилев Постскриптум не только в соответствии с заветами Сергея Павловича Дягилева удивляют других, но и поощряют тех, кто служит этому благородному делу, вручая ежегодный приз «Этон Муа», то есть «Удиви меня», за оригинальные творческие проекты в области искусства. В 2014 году эту премию вручили директору Эрмитажа Михаилу Борисовичу Петровскому. Как предположил Петровский, награду он удостоился за проведение в стенах главного штаба Европейской биеннале современного искусства «Манифеста». Дягилев Постскриптум тоже обживает Эрмитаж, и в рамках фестиваля в главном штабе открылась инсталляция современной голландской художницы Марики Ван Вармердам «Время идет». То, что мы здесь представляем, это не видео в чистом виде, это инсталляция четырех видео из одеял, из подушек, из одеялов, нанесены знаки, которые делают люди, которые делают пожилые люди для того, чтобы определить степень развития мозга своего. То есть берутся, это в основе лежит медицинский тест, когда пожилого человека, чтобы определить, насколько он вообще соображает еще, насколько у него голова работает, просит нарисовать по памяти циферблат часов. И кто как рисует, вот эти вот зарисовки, закрутки, они остаются в психических лабораториях, остаются вот в домах престарелых. И художница взяла вот эти вот 12 циферблатов с тем, чтобы показать, как люди воспринимают время, потому что как мы видим часы, так мы видим время. У кого-то зачет быстро, у кого-то медленно, у кого-то много цифр, больше, чем нужно циферблату, у кого-то меньше. И вот эти отдельные акценты связаны с тем, что, в принципе, мы здоровы, мы болеем, мы спим, мы едим, но время идет помимо этого, оно постоянно идет и протекает. И человек, в принципе, зациклен на том, что время когда-то закончится просто потому, что он сам смертен, он должен умереть, и он знает это, и он каждый шаг, шагом движется туда. И инсталляция пытается показать разные аспекты прочувствования всего этого. И в этом смысле она, конечно, отлично просто от видео, отлично просто от YouTube, потому что ты находишься в целом в неком сложном пространстве, которое тебя совершенно непонятными тонкими акцентами возвращает к той же самой мысли вновь и вновь. Ваша инсталляция называется «Время идет». А в вашем представлении, по вашему мнению, что происходит, когда время кончается? Да, тогда наступает конец. И что происходит после этого? Тогда надо понимать, мы получаем ответы на все вопросы. Вторым флагманским спектаклем фестиваля стала сутра хореографа Сиди Ларби Шаркауи. Для любителей поспорить о границах понятия «современный балет» сутра представляет любопытный материал, потому что профессиональный танцор в спектакле только один. Все остальные – настоящие монахи монастыря Шаолинь, которые занимаются привычным для них делом – боевыми упражнениями, кажется, совершенно не делая различий между театральным залом и тренировочным двориком монастыря. Монахи очень быстрые, и иногда мне тяжело за ними угнаться. Но, с другой стороны, с ними очень легко работать. У них нет проблемы с эго. Спектакль – это всегда огромное эго, одно большое эго. Поэтому, когда я работаю над спектаклем с другими людьми, единственное, чего я боюсь, – это эго. Потому что это не такая проблема, которую всегда можно решить. Борьба с эго очень утомительна. А в этом случае такой проблемы не было. Хореограф определил сценический дизайн и всякие современные штуки. А мы вложили в него традиционную культуру ушу и буддизма. Западная культура довольно сильно отличается от нашей. Очень многие вещи внешне выглядят прекрасно. Но в традиционной культуре существует множество запретов. Вещей, которые нам не разрешено делать. Поэтому в процессе работы над спектаклем иногда возникали споры. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я не чувствовал необходимости вдохновляться традиционной китайской музыкой. Все мы, и я, и Ларби, и Монахи, и Энтони Гормли, каждый привнес в спектакль что-то из своего мира. Я написал музыку, основываясь на привычном для меня музыкальном языке. Ларби сочинил хореографию, Монахи занимались кунг-фу, Энтони Гормли придумал ящики. Мы специально старались сделать это произведение межкультурным, чтобы спектакль был смешением культур. Это и была главная идея. Конечно, я слушал и китайскую музыку, и использовал некоторые традиционные китайские инструменты, и, конечно, было какое-то вдохновение. Но в конце концов я просто был честен с собой, со своим музыкальным языком. Главный герой, единственный танцор-европеец, в сопровождении маленького послушника совершает увлекательное путешествие на восток, в которое каждый зритель волен вчитать собственный смысл. Особую роль в постановке играют ящики, придуманные скульптором Энтони Гормли. Эти ящики трансформируются во что угодно. От стен монастыря и монашеских келий до цветка лотоса, современных небоскребов, гробов и так далее. Это была совместная работа. Иногда монахи приносили интересные идеи. Например, мы использовали маленькие ящики, чтобы показать монахам, что хотим сделать с большими ящиками. И вдруг они начали играть с ними, как дети с кубиками. И внезапно они предложили, давайте сделаем из ящиков фигуру лотоса. Таким образом, это был действительно обмен. Конечно, мы выбирали нужный порядок сцен, но движение — это кунг-фу, и тут уже они учили нас. Мы могли сказать, пусть сначала идет такая часть, а потом другая, но мы никогда не вмешивались в их движения, потому что движения настолько чистые, что нам приходилось учиться у них, а не наоборот. Мы только определяли, как все должно быть, чтобы сформировался общий, глобальный смысл. Но нельзя сказать, чтобы мы их направляли. Спектакль идет под живую музыку польского композитора Шимона Бжуско. Боевые ключи монахов и гром рушащихся ящиков, к сожалению, порой заглушают музыку, которая, по правде говоря, заслуживает того, чтобы найти ее в интернете и послушать отдельно в тиши собственной комнаты. Это настолько многоуровневый спектакль, что каждый увидит в нем что-то разное. Один увидит философию буддизма, а другой — что-нибудь совершенно иное. Но это очень универсальный спектакль. У меня, конечно, свое восприятие спектакля, и мне кажется, что он о том, как мы вступаем в диалог, о том, как мы пытаемся стать частью чего-то большего или устроить отношения с другим человеком. И как для этого мы проходим определенный путь, который не всегда дается легко. Именно поэтому такие спектакли особенно интересны. Мы сами иногда не понимаем значение работы. Мы просто создаем спектакль, но не всегда способны понять глубокий смысл того, что создаем. Мы, например, обсуждали название спектакля. Сейчас в переводе на китайский язык спектакль называется «Пространство». Речь идет о том, что каждый человек существует в своем пространстве. У нас, монахов, своя сфера — это очищение или еще соединение медитаций и боевых искусств, то есть ежедневное упражнение в ушу и ежедневные медитации. Здесь аллегорически я видел, что запечатлены 12 звеньев взаимозависимого происхождения. Здесь я видел 16 аспектов природы пустоты, буддийской природы пустоты, природы шуни. И здесь я видел много сансарического, так называемого, колеса сансары, что видно, что человеческое существо блуждает в сансаре, в которой полно страданий. Но, тем не менее, есть выход. Есть выход, и этот позитивный аспект, он существует. Выход из сансары, он имеет путь, путь, буддийский путь. Он очень многосложен, многогранен, и в этом произведении как раз этот самый философский аспект, он отображен и видим. Фестиваль Дегалев Постскриптум неизменно представляет различные программы, непосредственно связанные с наследием великого импресарио. Так, в Вагановском училище в рамках фестиваля открылась выставка американского фотографа Пола Колника под названием Джордж Баланчин. Джордж Баланчин – представитель плеяда блестящих балетмейстеров, открытых Дегалевым. Эмигрировав в США, он основал там знаменитую труппу Нью-Йорк-сити Бэлэй. 40 лет назад Баланчин лично выбрал Колника на должность официального фотографа, и с тех пор тот служит летописцем труппы. Если говорить, что я документирую балет, то я предпочитаю назвать свои работы документом, проливающим свет. Действительно, я создаю документ о балете, но мне часто говорят, что мои работы отличаются от остальных. И я думаю, что это как раз связано со светом. С одной стороны, я стараюсь сделать так, чтобы свет исходил от моей работы. В то же время, своей работой я проливаю свет на определенные детали. Очень часто, увидев мои фотографии, хореографы говорили мне, что обнаружили нечто, что прежде не замечали в собственных балетах. Мне это очень приятно. Это нечто заложено в балете, но только в моей работе оно проявляется в очищенном виде. И для меня именно в этом и заключается прелесть фотографий. Доброй традицией стало участие в фестивале коллективов из Перми, города, где Сергей Дягилев провел детство. 2014 год не стал исключением. Пермский академический театр оперы и балета представил оперу Дзюдона и Энэй Генри Персела и псалом Георга Фридриха Генделя «Диксит Добинус» в исполнении оркестра и хора «Музыка Этерна» под руководством дирижера Теодора Курентиса. В тот вечер Большой зал филармонии погрузили в непривычный для него мрак, что позволило создать подобающую атмосферу мистического действа. Нужно разрушить вот эту атмосферу холодную, которая существует на публичных местах. Когда много света, и люди себя ведут по-другому. А когда есть интимость, тогда люди тоже включают другой канал общения, другие органы начинают действовать. Метафизика любит тишины и сумерки. Теодор Курентис известен своей любовью к музыке XVIII века и тщательной работой над материалом. В его исполнении современное звучание тонко сочетается со стремлением к аутентичности. Наша задача — это исполнять эту музыку при присутствии композитора. Вот это в этом есть аутентичности. И исторические инструменты — это не из-за того, что, не знаю, просто из-за пункта пьюризма, а это из-за того, что они действительно создают именно это звучание, которое делает возможное посвящение ангелов. Понимаете, вот музыка приходит от... Музыка — это религия. И каждый инструмент имеет свои свойства, в вызывании высоких сил. Поэтому и эти инструменты имеют собственные свойства, которые, может быть, не имеют другие инструменты. Естественно, человек играет на инструментах, но люди себя ведут по-другому, как на этих инструментах. Становятся богаче и умнее. Еще более полную картину музыкального XVIII века позволил составить концерт ансамбля солиста Екатерины Великой во главе с Андреем Решетином, прошедшей в Меньшиковском дворце. Программа концерта, заглавленного «Три портрета», была составлена из музыкальных произведений так называемых «дилетантов», то есть композиторов, не считавших сочинение музыки своим главным занятием и заслуживших память человечества достижениями в других областях. Мы все привыкли слушать Моцарта, Бетховена, Генделя. А для того, чтобы лучше понять ту культуру и то время, очень интересны как раз персонажи не первого ряда, скажем так, и дилетанты в особенности. То есть вот для всех троих этих композиторов, и Вильяма Гершля, астронома, и капитана королевских мушкетеров, и лучшего фехтовальщика второй половины XVIII века, Шевалье де Сен-Жоржа, и для алхимика, такого очень загадочного персонажа, графа де Сен-Жермена, очевидно, музыка не была чем-то главным, но при этом она составляла очень важную часть их жизни, раз они писали такую хорошую музыку. И нам кажется, что такой концерт и знакомство с подобной музыкой поможет лучше понять и самых знаменитых композиторов того времени. Изучение музыки – это общение с человеком. Ты пытаешься понять его ход мысли, а после этого и его ход чувств. И ты понимаешь время и страну гораздо лучше, потому что эстетика – это и есть наилучший портрет времени и эпохи. Заключительным аккордом фестиваля стал вечер одноактных балетов «Наследие Балерюс». Пермский академический театр представил балеты «Шут» и «Свадебка». Музыку к балету «Шут» Сергей Дягилев заказал молодому Сергею Прокофьеву, а постановку, сочинение хореографии и оформление спектакля доверил художнику Михаилу Ларионову и танцовщику Тадеушу Славинскому. После премьеры в 1921 году «Шут» не исполнялся 90 лет, и только в 2011 году в Пермском академическом театре был поставлен снова. Декорации и костюмы были воссозданы по эскизам Ларионова, а новую хореографию сочинил Алексей Мирошниченко. Я думаю, это неоклассика, ну такая гротескная, поскольку здесь русская тема, здесь такой фольклор, лубок, какие-то вещи. Например, многие даже считают, что уже очень рафинированно, можно было и погрубее сделать, и пожестче, и где-то поскабрезнее, что ли. Вот, что, например, некоторые московские критики упрекали меня за... Ну, понятно, это ваша питерская интеллигентность, как бы, и тут, значит, везде, во всем сквозит. Надо было смелее, грубее, вот, не знаю, мне кажется, что здесь достаточно всяких таких шуток. Здесь же ведь либретто еще такое, действительно, извините меня, с одной стороны, сказка, да, вот там, я даже не знаю, что... Кстати, надо вспомнить, что там стоит на этом спектакле, 12 плюс или 16? Свадебка на музыку Игоря Стравинского была впервые поставлена Брониславой Нежинской в 1923 году в Париже. С тех пор разные хореографы создавали свои версии этого балета. Но наиболее известна свадебка Иржикилиана, которую он поставил для труппы НДТ. Впоследствии Иржикилиан передал право исполнения своей свадебки Пермскому театру оперы и балета. Их всех, и Иржикилиана, и всех, так скажем, классиков 20 века, и Кеннет Макмиллан, и Фредерик Аштон, и Баланчин, Фонды, ну я имею в виду, и Робинс, и все, их всех очень подкупает история и трогает. Поэтому кому-то они отказывают, а вот Перми они не отказывают, потому что их очень трогает история вообще возникновения балета в этом городе. Что в 41-м году была эвакуация, мы, кстати, в 11-м году, когда было 70-летие, повесили на театр мемориальную доску, на ней изображен Кировский Мариинский театр и Пермский. И вот это было 70-летие эвакуации Кировского театра и училища имени Вагановой в Молотов в Пермь. И они, прежде чем уехать, основали школу балетную. И Пермь, в принципе, это филиал Вагановского училища. И абсолютно мы не различаемся ни по стилю, ни по духу, ни по идеологии. Больше различий как раз с московской школой. Поэтому вот эта вот история, она нам помогает получать лучшие вещи. Здесь у Килина другая сложность. Ведь если, когда мы ставим Баланчина, Макмилана, кого угодно, Форсайта, это, в принципе, нам близко, это, ну, это неоклассика, то здесь другая работа и корпуса, и очень сложен он по перемещению. Но ведь Килиан Чех, он славянин, и вот спектакль как раз вот славянским таким духом, он весь пронизан, и, ну, это гениальная хореография. Фестиваль Дягилев Постскриптум прошел с успехом, получив высокие оценки прессы и зрителей. И хотя 2015 год для культуры обещает быть непростым, тем интереснее узнать, чем порадует фестиваль в новом году. Субтитры создавал DimaTorzok